Литовско-Русское государство Создание государства было вызвано необходимостью борьбы с наступлением немецких крестоносцев в Прибалтику. Основателем Литовского княжества стал князь Миньдовк. Летопись впервые упоминает о нем в 1219 году. С момента возникновения Литовского княжества в его состав входили земли в районе реки Неман, получившие название Черная Русь. Города Новогрудок, Гродко. Миньдовк, воспользовавшись сложившейся из-за нашествия Батыя непростой обстановкой на Руси, приступил к захвату западнорусских земель. Гродно, Берестие, Пинск были завоеваны. Политику Миндовка продолжили князь Витень 1293-1315 и Гедемин 1316-41 годы. В правлении Гедемина был построен город Вильно, ставший столицей Великого княжества Литовского. Во второй половине XIV века в Великом княжестве Литовском, кроме Вильно, появился еще один крупный феодальный центр – Трок. В середине XIV века власть литовских князей распространилась на земли между реками Западная Двина, Днепр и Припять. Это почти что вся территория современной Беларуси. С включением большей части Юго-Западной Руси, состав Великого княжества Литовского и ее наиболее крупных территориально-политических объединениях, место древнерусских удельных князей Рюриковичей заняли представители Литовской Великокняжеской династии – сыновья и внуки Гедемина. На службе у них находились потомки древнерусских князей и, осевшие на Руси, представители ордынской знати. Довольно-таки влиятельным было боярство. Крупное боярство – папой, магнаты – владело наследственными землями. Кроме того, по отношению к великим удельным князьям, оно обладало иммунитетом – преимущественным правом на эксплуатацию земель и зависимого населения. Обратите внимание, благодаря иммунитету местного боярства, иммунитету коллективного, были сохранены политические единства и территориальная целостность земель княжней, например, Киевская и Волынская земли в XIV веке. Средние и мелкие землевладельцы – земяне – служили у князей и магнатов, за что получали вознаграждение – земли в условные владения или же доходы с этих земель кормления. Позже этот слой получил название шляхты. Высшее духовенство и городская верхушка принадлежали также к привилегированным слоям. Границы крупнейших земель Юго-Западной Руси, Киевской, Чернигово-Северской, Волынской и Подольской, сложившиеся к XIII веку, в большинстве своем не совпадали с политическими рамками существовавших в них великих удельных княжеств. Факторами, оказавшими сильное влияние на формирование территории этих княжеств, в XIV веке стали тенденции к их политическому объединению, внутренняя политика Великокняжеского правительства Литвы, стремившегося помешать усилению отдельных княжеств Юго-Западной Руси, и внешнеполитические силы, в частности для Волынского княжества, необходимость борьбы Литовского королевства и Литвы за Галецко-Волынскую Русь. Великое княжество Литовское было неоднородным, экономически и политически, культурно и этнически. Следствием пребывания части восточнославянских земель в составе Литовского государства стало усиление связи между ее населением, что оказало огромное влияние на социально-экономическое и культурное развитие собственных литовских земель. Была довольно-таки явной тенденцией к русификации правящей литовской династии. Брачные союзы с Рюриковичами, частые случаи принятия православия, особо тесные контакты с Тверью и Великим Новгородом. Литовцы испытывали довольно сильное влияние русской гражданственности. Соединение народов под одной властью проходило без особой вражды. Однако к концу XIV века литовско-русскому государству пришлось пережить тяжелый и опасный национально-политический кризис. После смерти Ольгерда в 1377 году литовской великокняжеской семье начались разборы и борьба за власть. Великим князем стал один из сыновей Ольгерда Агайло. В 1385 году на семье в Люблине Ягайло был избран королем Польши. В Кракове он принял решение и сочетался браком с наследницей польского престола Едвигой, дочерью Людовика Венгерского. В 1386 году Ягайло был коронован. Став польским королем, Ягайло в то же время сохранил за собой титул и права верховного князя Литвы и наследственного владельца русских земель Великого княжества Литовского. В этом же году им была предпринята попытка включения Великого княжества Литовского в состав польского королевства – Кревская уния. Уния сделала правительство княжества католическим, соответственно поставила веры враждебные. Несмотря на то, что православие преобладало в Литве численно, господствующим вероисповеданием стало католичество, ведь сам государь литовский его не только принял, но и обязался распространять. На страну польского королевства привлекалось литовское боярство. Литовским боярам-католикам предоставлялись права больше по сравнению с феодалом восточных славянских земель. В крупнейших центрах этих земель размещались польские гарнизоны и военные отряды литовских князей, верных Агайло. На территории Юго-Западной Руси реализация условий Кревской унии началась с дачи присяг иудельных князей Агайло как главе польского государства, королеве Едвиге и короне польской, что означало переход князей их власти под непосредственную власть польского короля. К концу 1388 года почти вся Юго-Западная Русь была формально включена в состав польского королевства. Однако польские феодалы не довольствовались формальным признанием зависимости удельных князей от польской короны. Ими был предпринят ряд мер по закреплению отдельных территорий Юго-Западной Руси в состав королевства. Например, в 1387 году под предводительством королевы Едвиги польские войска освободили от венгерских гарнизонов Галецкую Русь, отошедшую к Венгрии. Во времена правления в Польше короля Людовика Венгерского и включили ее в состав польского королевства на правах королевского домена. В 1388 году Ягайло передал Луцкую и Владимирскую землю Витовту, предводителю польских войск во время освобождения от венгерских гарнизонов Галецкой Руси. В 1390-1991 годах Витов предпринял ряд крупномасштабных военных организаций, которые имели своей целью захват основных феодальных центров Литвы – Трок и Вильно. Несмотря на то, что штурм городов оказался безуспешным, власть Витовта все больше распространялась на значительную часть Литвы и Западной Руси. Среди литовского боярства и феодальных кругов русских княжеств, зависимых от власти Ягайла, стали находить все большую поддержку действия политическая программа Витовта. Дабы предотвратить полную потерю Великого княжества Литовского, польские правящие верхи пошли на оформленный 5 августа 1392 года в городе Острове специальным соглашением «Компромисс с Витовтом». По Островскому соглашению Ягайла назначил Витовта пожизненным правителем Великого княжества Литовского, подчинив его власти всех удельных князей. В свою очередь Витовт признал себя вассалом польского короля. Борьба между политическими группировками в среде литовских феодалов на время стихла. В годы правления Витовта в 1392-1430 Великое княжество Литовское укрепляется. Его международное значение растет. Витовт добился больших успехов в централизации Великого княжества Литовского и усилении политических позиций в подвластных ему княжествах Руси. В частности, имело место смещение и политическое ослабление крупнейших удельных князей. Правящей верхушкой были сделаны попытки ослабления объединительных тенденций в боярской среде восточнославянских земель Великого княжества Литовского. Так, в 1392 году Ягайло пожаловал боярам и шляхте Луцкой земли, права которыми пользовалась к тому времени шляхта и бояре Львовской земли, находившейся под властью польского короля. Централизация Великого княжества Литовского способствовала усилению государственной великокняжеской власти. Экономическое и политическое могущество Витовта, в распоряжении которого перешли земельные владения удельных князей и доходы с них, возросло настолько, что в 1395 году он стал титуловать себя Великим князем Литовским. Его поддерживали круги литовского боярства, стремящиеся ликвидировать зависимость своего государства от польского королевства. В 1398 году литовская знать провозгласила Витовта официальным главой Великого княжества Литовского, что приветствовали правители ордена, венгерский король Сигизмунд и ордынский хан Тахтамыш. В 1492 году Великим князем Литовским провозглашен внук Ягайла Александр. В 1492-1506 годы одним из первых шагов Александра было провозглашение суверенной политики княжества. В 1483 году на просьбу князя московского Ивана III возвратить территории бывших русских княжеств с городами Полоцк, Смоленск, Витебск Александр ответил отказом. В 1492 году по 93-й развернулась русско-литовская война. В 1494 году стороны заключили мир. Обратите внимание, что еще с конца 80-х годов XV века русские князья один за другим переходят под власть великого князя московского. По договору 1494 года великий князь Литовский Александр признал переход к Москве земель князей Новосильских, Адоевских, Воротынских, Белевских, Вяземских. В 1500 году последовало отпадение областей Черниговских и Новгород-Северских, а согласно договору 1503 года Великое княжество Литовское должно было уступить Москве еще 19 городов с их областями. Военно-политическое положение Великого княжества Литовского с конца XV века становится тем более затруднительным. Княжество Литовское постоянно испытывало натиск соседей, с востока теснила Москва, с юга делали опустошающие набеги крымские татары. Под давлением последних южные границы княжества Литовского перенеслись на север. Во владении крымской татарской орды оказалась широкая полоса причерноморских морских степей.